Уважаемые коллеги! Ну, здесь мы рассмотрим вот эту проблему, которую начал Вахтан Пихалыч развивать. Прежде всего, как меняется отношение к хирургии, к эскалации, деэскалации лечения, как на самой молочной железе, так и на подмышечной аксельярной зоне. Но известно, что вот, скажем, и даже на следующей сессии будет специальный доклад о значении выделения подтипов заболевания. И все он уже знает, что вот так называемый люминальный А, рак, высокая экспрессия рецептов сфероидных гормонов, результаты, ближайшие результаты намного лучше, чем при остальных, особенно высокоагрессивных опухолях, это HR2 и трижды негативных опухолях. Разница почти в 5-6 раз. И если мы говорим о угрозе рецидива различных форм заболевания, то опять же видим, что именно при люминальном опухолях и проведении лучевой терапии после сохранных операций все-таки значительно меньше местных рецидивов. Но это касается 5 лет. И вот подальше я покажу, что оказывается, и теперь это уже ясно после всестороннего анализа всех материалов не только по России, но и по другим европейским странам, что в основном все проблемы, которые возникают с люминальным А, они приходятся уже на период после 5-ти лета. Они живут относительно долго по сравнению с другими. Ну, везде и в России, и в других странах обычно оценивается 5-летняя выживаемость. Очень редко 10-летняя. А вот к 10 годам уже совершенно меняется ситуация. И среди погибающих от заболевания пропорции больных люминальных А заметно выше. Ну вот мы переходим к биопсии сигнальных лимфоузлов. Много споров, разговоров о том, можно ли ее выполнять, не опасно ли это для пациентов, не возник ли местный рецидив. Но мы уже эту проблему в нашем институте исследуем в течение 25 лет, начиная еще с красителей. У нас сейчас главная разработка – это биопсия сигнальных лимфоузлов после неодиевантной терапии пациентов с распространенными опухолями, которые изначально относятся к 2-й, 3-й стадии. Но в результате успешной системной терапии уменьшается размер первичной опухоли, сохранная операция, и значительно уменьшается или исчезает подмышечный метастаз. Но не всегда. И вот разные исследования. В основном Америка, Европа. И вот наш институт. Чистота ложно-негативных ответов. Вот у нас 5,3%. Но это цифры близкие, даже лучше некоторых таких известных центров. Потому что мы эту проблему исследовали с тщательным поиском. И даже была вот недавно защитная диссертация доктора Емельяна Александра Сергеевича, которые показали, что если мы распоряжаем технологии для выполнения биопсии, то есть используется радиоактивный нанотоп, например, нанотоп – отечественный препарат. А в этой работе активированный ЙОД, ЙОД-125, то удается определить и сам узел, где ЙОД. И он исследуется с помощью наведения ультразвукового. Вот Александр рядом сидит, который этим тоже занимается прежде всего. И биопсия именно того узла, который наши диагносты видят в подмышечной зоне. И этот узел как бы маркируется. Вот сейчас уже появился отечественный препарат нанотроп. Вводится это в источник. И после уже выполнения самой операции мы исследуем вот эти, во-первых, сигнальные лимфузы, это 2,3, и плюс тот узел отдельный, который был обозначен вот этим радиоактивным источником. И радиодетектор его видит. И вот именно в таких случаях удельный вес или процент ложно-отрицательных заключений снижается вот до 2,5%. Вот общая схема подходов к хирургическому лечению в нашем отделении, в институте. Это исходные, высокоагрессивные опухоли, во-первых. Это H2 или трижды негативные. Они обязательно подвергаются не вадивантной системной терапии. Ну, если это вторая, третья, то это обязательные условия. И дальше, следующий этап, оценка вот этого эффекта с помощью методов изображения. И здесь уже с помощью наших специалистов в области онтезвука, Екатерина Санна-Бусько, прежде всего, даётся, значит, и морфологическая оценка, что там вообще до операции. То есть после системной терапии, там, допустим, таргетной терапии, или химиотерапии, и, значит, оценивается, если это Т0 или 0, то есть полное исчезновение по БФСИ и первичного очага, и подмышленных узлов, в этом случае рандомизируется на назначение только лучевой терапии без операции, или сохранная операция и лучевая терапия. И потом, после неодевантной, уже после вот этого лечения, в зависимости от обнаружения резидуальной опухоли. Если это по-прежнему остатки опухолей, микроинвазивной даже, HL2, то назначается ТДМ, препарат известный. Если это вот другие опухоли, трижды негативные, то капецитабин. Ну вот, скажем, тоже работа нашего аспиранта, Песоцкого Романа Сергеевича, который оценивает, сравнивает наша давняя-давняя оценка выживаемости больных под минимальным раком, то есть опухоль категории Т1 с одиночным, без метастазов, в импоузлах, Т1, А и Б. То есть опухоли больше 1 мм не включаются в исследование. Причем они не получают никакого адъюантного лечения, только операция. И больных, ставшим минимальным после неодиантосистемы. Или даже полный патоморфологический регресс и первичный опухоль лимпоузлов. Так все выяснилось, что очень важно, что вот пациенты с минимальным исходным заболеванием, выживаемость, вот эта желтая кривая, всегда выше, чем у пациентов, ставшим минимальным после неодиантосистемной терапии. Она также выше и пациентов, достигших полного морфологического регресса. Как важно знать, что вот успехи там неодиантосистемного лечения не означают оцененные по местному проявлению, то есть резидуальная опухоль, минимальная или полное исчезнение решают еще не все. Есть скрытые метастазы опухоли, которые не проявляются в это время и могут проявиться через 5 и даже, как бы он показан ниже, через 10 после первичного лечения. В чем вот проблема-то? Поиск вот таких видов системной терапии, которые ликвидировали бы вот это вот эти осложнения. Но здесь как бы повтор. Видно, что число рецидивов выше при триждонегативных опухолях. Так вот, если мы берем люминальный опухол, даже самых молодых женщин, 35 лет, сравниваем различные лечения. То, что раньше применялось только в постменопаузе ингибиторе ароматазы, а сейчас и у молодых, если подавляются функции яичников, супрессия в реальное, то, конечно, ингибиторе ароматазы выше и эффективнее лечится, чем традиционный томоксифен. Хотя, вот только что закончилась конференция онлайн для нас в Боксфорде, где мы 25 лет назад в нашем институте в Архангельске в Алтайском крае включили вот в это исследование атласа адюанты, ингибитор, моксифен, 5 лет против 10. И что было вот доложено сейчас через 25 лет в юбилейной конференции, мы были онлайн, что пациенты, у которых были метастазы в лимфозах, там действительно имеют смысл десятилетнего лечения. Если их не было, то не следует продолжать это лечение более 5 лет. Ну и, конечно, появились новые схемы лечения. И самое главное, мы ориентируемся, и все должны так ориентироваться, не только на экспрессию рецептов стероидных гормонов, которые являются стандартом, а и те факторы, которые определяют агрессивность в рамках вот этого. Допустим, экспрессия Е1, мутация ПТСЕ, мутация ЕНСР1, которая показывает, что вот мы назначаем ингибитор роматаз на 5 лет, а у 20% этих пациентов наступает резистентость уже через год лечения. И вот как уловить в этот момент? И не продолжать вот эту непростую терапию, потому что она вызывает остеопороз и другие там. Вот сейчас над этим и трудятся наши экспериментаторы, но вместе с клиникой, конечно. И мы видим, что вот у пациентов, которые добавляются, кроме традиционного лечения, допустим, кроме ингибитор параматазы, вот ингибиторы циклинозависимых кеназ 4,6, в частности палбоциклиба, результаты заметно лучше, чем у пациентов другими подтипами. ну это исследования, которые касаются пациентов распространенными опухолями, в том числе и пациентов четвертой стадии, но мы видим, что везде добавление, вот мы участвовали в исследовании рибоциклиба, исследование, наталия, ну видно, что вот новый подход и новые, так сказать, маркеры показывают большую чувствительность и лучшие результаты по сравнению с традицией. Вот относительно недавно оценили и показали, что мутация пиокиси, такого пена, она резко ухудшает результаты лечения даже при наличии высокого уровня рецепторов эстрогенов, то есть, казалось бы, гормонозависимая опухоль. Но вот если применить ингибитор вот этого фактора наряду с ингибитором на тазах, то показатели выживаемости даже распространенными опухолями заметно выше. Но сейчас уже много различных сигнатур или генных. Это вот уже 10 лет, в которых где-то мы и сотрудничали. Вот у нас Руслан Валевич Полтуев сейчас заканчивает работу. Там у него вообще там было до этого пам-100, там 50, а у него пам-100 генов оценивается. И тоже очень важно оценить заранее угрозу дальнейшего рецидива заболевания. И вот если сравнивать пациентов с низким клиническим риском и низким геномным, так они переживают 10 лет без каких-либо проявлений заболевания. И наоборот, если низкий геномный, высокий риск и высокий клинический, то уже 60% пациентов погибают от заболевания значительно раньше. Ну вот считается, что вот новые вот эти подходы для определения надо ли проводить длительную гормонотерапию БРС-концериндекс, например, относительно дешевые и надежные. Они дают прогноз или предсказание чувствительность прогноза и предсказание это разные вещи на до 10 лет. Вот частный пример и то, о чем я говорил, что для пациентов с гормонозависимым опухолем, а их свыше 70%, вот с ними эта проблема, что, конечно, в стадии заболевания никто не отказывается на наличие большой опухоли, метастазы лимфозла. Конечно, там хуже прогноз, но вот для гормонозависимых опухолей все решается уже после 5 лет наблюдения. Вот как тут показано, 50% отдаленного рецидива возникает в диапазоне от 5 до уже теперь до 20 лет. И это надо иметь в виду. И, с другой стороны, многие такие уважаемые организации, там, как Сангайн, который мы входим уже там 20 лет, вдруг приняли решение о том, что гормоночувствительность должна быть оценена не выше, там, 10%, а даже от 1 до 9, это все еще считается гормонозависимым опухолем. Хотя раньше ее не причисляли, гормонотерапия не назначали. И проведенное исследование показало, что больные вот этими, вот с таким диапазоном от 1 до 9, результаты и число рецидивов к 15-летнему наблюдению такие же плохие, как в 3-жды негативном раке. Вот для чего вот они начали пересматриваться непонятно, но многие там считают, что поскольку компания подталкивает, что надо шире назначать гормонотерапию, поэтому вот этот диапазон, это огромное число больных попадает в раздел обязательной гормонотерапии. Ну вот существуют определенные рамки, даже в рамках вот видите экспрессии рецептов сероидных гормонов, формально гормонозависимой опухоли, существует четыре варианта, четыре по типу, отличающиеся и по прогнозу, и по характеру лечения, которые уже упоминались, вот альпилиси, там мутация, пиактиси, вот эта новая классификация, когда экспрессируется и рецепт эстрогенов, и HR2, двойная значит экспрессия, там результаты такие же плохие, как при 3-жды негативном раке, если подходить я так сказать с обычных трафаретных условий. Ну вот существует как бы два направления улучшения, допустим, гормонотерапии, ну это понятно, но вот все-таки наиболее агрессивные опухоли остаются это пациенты с экспрессией HR2 опухоли или трижды негативной опухоли. Вот двойное воздействие на этот фактор на этот ген использованием там трассозумаба и пертозумаба или трассозумаба и лапониба как последний алта не алта значит в обеих исследованиях участвовал наш институт и что было показано, что если проводится двойная блокада, то есть не только трассозумаб, но допустим и пертозумаб, или там и так же как в неуальто резко снижается во-первых частота рецидива заболеваний и самое главное это наступило у пациентов которые не получали химиотерапии тем более там пожилые пациенты без химиотерапии то есть одна двойная блокада улучшает результаты и вот новейшее направление я бы сказал обычно назначают вот эти таргетные препараты при экспрессии HR2 там 3 плюсам но вот что было показано что да там действительно результаты лучше если даже рассмотреть больных негативный как говорили раньше а на самом деле низкая экспрессия это 1 плюс или 2 без без амплификации то там тростозумаб действительно не помогает но зато есть новый препарат тростозумаб да мтанзин тоже мало помогать хотя хороший препарат когда 3 плюс а вот тростозумаб это совершенно новое последнее сегодня вот сейчас принято статья нашего института в форматеке будет опубликовано где показан собственно это единственный препарат который позволяет изменить ситуацию ну будем ждать что многие другие центры институты подключатся вот к такому исследованию ну все-таки вот при всей такой высокой оценке химиотерапии для трижды негативных опухолей все-таки наверное важнее направление сейчас это иммунотерапия у нас есть отдел иммунотерапии мы работаем пока в основном с патоморфологами вот оценка ТИЛС наша работа еще такая давняя она подтверждается что при высокой экспрессии ТИЛС и вот это доклад наш онлайн бокс который только что закончился где было показано что опухоль институты демпоциты если их высокий уровень то прогноз в целом лучше но определяет вот этот уровень он не может быть предсказательным что обязательно будет лучше все-таки сама таргетная терапия вот показывает что безотносительно уровня вот этих ТИЛС назначение таргетной терапии даже простота сазумабов значительно лучше чем назначение только химиотерапии ну и конечно неоадивантная иммунотерапия сейчас широко начала применяться к счастью вот мы вместе с итальянцами Лукаджиани и его команда вот начали это исследование 8 лет назад и мы видим что это лечение эффективное но там еще много вопросов и непонятно почему в некоторых группах с высокой экспрессией ПДЛ результаты вдруг внезапно обрываются вот наша публикация на этом поводу и видно вот из всех этих рассуждений что вот более тесное сотрудничество клиницистов хирургов химиотерапевтов с патоморфологами с иммунологами это то направление которое позволит как бы лучше регулировать заболевание вот я тоже с чего начинал почему через там 15-20 лет казалось бы излеченное заболевание вдруг проявляет себя возникает скрытая отдаленная метастаз вот некоторые это ступени вот этого процесса некоторые подходы в том числе в нашем институте как предугадать вот такое лечение вдруг они как бы спящая опухоль вдруг она просыпается вот мы видим наблюдение когда через там 15 лет опухоль во второй железе это как бы наследственный фактор и так далее а вот когда у одного пациента через 15-20 лет возникает метастазы там в кости и так далее и доказано что из молочной вот здесь много направлений попытка использовать генные сигнатуры вот просвигна брусь конца индекс эндопредвик и вот наша но пока она так как быть более-менее надежно позволяет оценить лежащие там 10 лет но не больше ну вот спасибо большое за внимание благодарю за внимание спасибо